Здравствуйте, дорогие друзья, я Сергей Балакирев, и с этого занятия мы начинаем изучение довольно интересной темы машинного обучения – классификации входных наблюдений. Подобные алгоритмы окружают нас повсюду. Это и камеры с функцией распознавания лиц, походки, чрезвычайных ситуаций, распознавание отпечатка пальцев владельца смартфона, доступ к защищенным данным по радужной оболочке глаза и голосу, и масса других приложений. Но какими бы сложными они ни казались на первый взгляд, в их основе часто лежит простой принцип – построение разделяющей гиперплоскости в определенном признаковом пространстве. Давайте для простоты представим задачу двухклассовой классификации вот таких вот точек на плоскости, которые линейно разделимы. В этом случае каждый входной вектор будет иметь два признака – х1 и х2, то есть представляться двумя какими-то числами. Ну, это может быть рост и вес человека, длина и ширина и так далее. То есть у нас два каких-то выделено признака, и тогда все множество вот таких вот наблюдений, объектов, можно представить как точка вот в таком двумерном признаковом пространстве. А целевые выходные значения – это номер класса. Для определенности, если мы попадаем в класс С1, то метка будет равна плюс 1, а если в класс С2, то метка будет равна минус 1. И вот таким вот образом мы будем отделять одни объекты от других. Это и есть постановка задачи бинарной классификации образов. В качестве модели, вот в этой задаче, будет выступать разделяющая линия, разделяющая прямая, которая задается вот такой вот моделью – kx плюс b. Давайте теперь зададимся вопросом, что это за множество точек, которые лежат вот на этой разделяющей прямой. Мы можем записать их следующим образом, то есть уравнение для этих точек можно записать так. Это x2, которая будет равна a от x1. То есть для определенного x1 нам модель выдает некое значение x2. Ну, это очевидно, да? Если мы вот это вот x1 подставим вот сюда вот, то x2 – это есть не что иное, как y. Поэтому у нас и получается вот такое вот уравнение. x2 равняется a от x1. И все множество точек, которые удовлетворяют вот этим вот координатам x1 и x2, которые равны вот по этому правилу, они будут лежать как раз вот на этой вот прямой. Давайте распишем это уравнение. Вместо a от x1 я подставлю вот это вот выражение. У нас получится x2 равняется kx1 плюс b. Или, если мы перенесем вот все это в левую часть, то, соответственно, получим x2 минус kx1 минус b равняется нулю. И в общем виде мы можем записать ω1 x1, то есть это вот у нас вот это вот слагаемое, плюс ω2 x2 – это у нас вот это вот слагаемое, минус ω0 – это вот это вот минус b, и все равняется нулю. И смотрите, что у нас здесь получается. Как только мы с вами записали уравнение вот этой вот разделяющей прямой вот в таком вот виде, то мы можем переписать эту формулу на уровне векторов. Значит, первый вектор у нас будет ω1, ω2, то есть вот эти вот две составляющие, вот эти вот два коэффициента. x – это у нас, соответственно, вот этот образ x1, x2. Ну, я его в общем виде обозначил как x. И тогда вот эта вот формула у нас может быть переписана вот в таком вот виде. Скалярное произведение ω на x минус ω0. Я напомню, что скалярное произведение есть не что иное, как вот такая вот сумма ω1 на x1 плюс ω2 на x2. И также может быть записано вот в таком вот векторном виде. ω транспонированная, то есть это вот такая вот вектор строка, умножается на вектор столбец x. Если мы здесь транспонирование уберем, то у нас получится вектор столбец. В итоге мы вектор строку умножаем на вектор столбец и получаем вот такую вот сумму. И это называется скалярным произведением векторов. А вот этот вот свободный член ω0, он, по сути дела, нас с вами определяет смещение вот этой вот прямой по оси ординат, то есть вот по этой вертикали. Давайте для простоты его пока приравняем в нулю. И будем считать, что прямая проходит через начало координат. А в качестве вот этого вот вектора ω мы выберем строго определенный вектор. Пусть он имеет координаты минус 1 и 1. То есть ω1 это у нас будет минус 1, а ω2 будет равна единице. В этом случае уравнение прямой у нас будет следующее. Значит, минус x1 плюс x2 равняется 0. То есть мы вот сюда вот все это подставили. ω0 у нас сейчас 0, поэтому у нас получилось просто минус x1 плюс x2 равняется 0. Или x2 равняется x1. Ну а так как у нас x2 в то же время равен а от x1, значит мы делаем вывод, что а от x у нас просто равен x. И вот эта вот разделяющая прямая будет проходить у нас через начало координат под углом в 45 градусов. А вектор ω будет ортогонален этой разделяющей прямой. Потому что у него координаты минус 1 и 1. Мы вот здесь вот минус 1 откладываем. Здесь откладываем единицу. И как раз получаем вот такой вот вектор, который составляет 90 градусов вот с этой разделяющей прямой а от x. То есть с нашей моделью а от x. И вообще говоря, можно заметить, что вот этот вот вектор ω всегда ортогонален вот этой разделяющей прямой. Почему это так? Ну вот смотрите, если мы из школьной математики вспомним, что скалярное произведение двух векторов это не что иное, как длина первого вектора на длину второго вектора и на косинус угла между ними. Если у нас вот эти вот векторы ω и а от x будут не равны нулю, то вот это вот равенство нулю, которое у нас с вами как раз вот вытекает из уравнения вот этой вот разделяющей прямой. Вот оно, да? Вот мы отсюда все это выражаем. Это может быть только в том случае, если вектор ω ортогонален вот этой вот разделяющей прямой а от x. Потому что только в этом случае косинус альфа равен нулю. Причем картина не изменится, если вот этот вот свободный член ω-0 будет отличен от нуля. У этого случая прямая просто пройдет не через начало координаты, а как-нибудь вот так вот. И вот этот вот вектор ω, он по-прежнему будет ортогонален этой прямой. То есть вот эта вот ортогональность, она будет соблюдаться абсолютно всегда. И это очень важный момент при решении задач классификации входных данных с помощью линейных моделей. И вы сейчас увидите почему. Давайте вот эту линейную модель мы с вами запишем вот в таком вот общем виде. То есть это скалярное произведение некого вектора ω, да? Вот это вот, которое определяет, по сути дела, направление, разделяющей прямой или гиперплоскости. Если это не прямая, а многомерное признаковое пространство. Ну и минус вот этот вот свободный член ω-0. Причем вот этот вот свободный член мы можем тоже внести вот в это скалярное произведение. Смотрите, если вектор х нам дополнить минус единицы, то есть мы искусственно увеличиваем размерность признакового пространства. Изначально оно было двумерным, а мы добавляем еще третью координату как константу, просто минус 1. И вот этот ω-0 у нас тоже войдет в вектор ω. И тогда скалярное произведение у нас с вами распишется вот в таком вот виде. То есть вот это и это будет одно и то же. То есть мы на самом деле вот этот свободный член всегда можем внести вот в это скалярное произведение, увеличивая признаковое пространство на единицу. Конечно, тогда мы получим уже трехмерное признаковое пространство применительно к нашей задаче. И вот эта вот плоскость в трехмерном пространстве будет проходить уже через начало координат. А вектор ω по-прежнему будет ортогональна этой плоскости. То есть вот этот вот вектор ω, он всегда ортогональна или гиперплоскости, или линии, или просто плоскости. И это всегда соблюдается. Абсолютно всегда. Ну, я думаю, вы поняли, как описывается разделяющая гиперплоскость в задачах классификации линейно разделимых образов. И что вектор ω, который ее задает, всегда перпендикулярен этой плоскости. Но как нам теперь использовать эту модель АХ-Омега отделять объекты одного класса от другого? Делается это очень просто. Давайте я покажу это на примере двумерного пространства. Так будет проще. Но та же самая идея будет применима к пространству любой размерности. Смотрите, если вот эта вот наша модель АХ-Омега сформирована верно, и линия действительно делит образы на два класса, то для любой точки первого класса, ну вот давайте возьмем вот эту вот точку, ее скалярное произведение, вот этот вот радиус вектора с вектором ω будет давать острый угол. И вообще, если мы возьмем любую точку, которая расположена вот с этой стороны от разделяющей прямой, она всегда будет образовывать, вот этот вот радиус вектор всегда будет образовывать острый угол вот с этим вектором ω, и по-другому просто быть не может. А что такое острый угол? Это означает, что косинус угла, это же скалярное произведение, мы будем брать вот скалярное произведение, косинус угла в этом случае в скалярном произведении будет положителен. И там, где вот это скалярное произведение будет положительно, мы тот образ будем относить к первому классу, к классу С1. А для всех остальных образов, которые находятся по другую сторону от этой разделяющей плоскости, вот этот угол будет уже тупым, потому что вот здесь вот 90 градусов плюс еще немножко, и у нас получается уже тупой угол. Для тупых углов косинус альфа будет уже отрицательным. То есть получается, что скалярное произведение вот для этих векторов будет положительно, вот с этим вектором ω, а для этих векторов будет отрицательным. И по этому признаку мы можем отделять одни объекты от других. То есть правило классикации в этом случае у нас запишется следующим образом. Мы возьмем знаковую функцию sine, которая возвращает минус 1, если вот это вот скалярное произведение отрицательно, и плюс 1, если скалярное произведение положительно. И соответственно наша модель будет выдавать плюс 1 для объектов класса С1 и минус 1 для объектов класса С2. Видите, как математически можно очень просто разделить точки, лежащие по разной стороне от прямой, или гиперплоскости. Потому что в многомерном пространстве признаков мы будем иметь тот же самый принцип. Но вы можете спросить, а что делать, если скалярное произведение точно даст 0? То есть это будет означать, что образ лежит либо на разделяющей прямой, либо на гиперплоскости. На самом деле в практике вероятность того, что точка окажется точно на разделяющей гиперплоскости, почти равна 0. Но для надежности мы можем положить, что если окажется, что скалярное произведение точно равно 0, то выдаем отказ классификации. Потому что действительно здесь не ясно, к какому классу отнести данный образ. Вот на этом занятии я вам хотел показать, каким образом можно задавать разделяющую прямую, или разделяющую гиперплоскость с помощью вот этого вот вектора омега, и откуда он вообще берется. И то, что он всегда направлен под 90 градусов вот к этой вот разделяющей гиперплоскости. А затем уже, используя вот этот вот вектор омега, мы можем выполнять задачу классификацию вот по такому простому правилу. Продолжение следует...